Поэтому вот так продолжалась жизнь. В 70-м году я подал заявление о поступлении в союз, местный союз категорически был против. Я сказал, хорошо, дайте свои документы, что вы против, свое заявление. У меня рекомендацией была удивительного художника, народного художника СССР Виталия Николаевича Горяева. У меня рекомендацией была академика Алпатова, искусств Победы. Я был академик, и когда собрались академики, чтобы принять, там не только я один был. Там были художники, это уже второй был прием, это уже была апелляция, и там я был не один. Ну, наверное, я должен сказать, это значит, когда начался прием, вначале союз художников принимал. Я пришел, расставил работы, художники стали собираться. Через какое-то время вышел наш референт. Она сказала, идите, вас приглашают художники. Я вошел. И когда встретился с этими взглядами, они и так-то улыбались, радовались, когда смотрели мою работу. А когда мы встретились взглядами, они просто возрадовались и сказали, нас не интересует отношение вашего союза к вам. Вы в союз приняты, можете быть спокойны, вы художник. А еще перед этим за день Александр Сергеевич Басильев, здесь в Пензе, написал письмо. Ну, писатели ко мне очень хорошо относились. Я как бы вот в его друзьях был. Он написал письмо Борису Михайловичу Неменскому. А Борис Михайлович Неменский был секретарем союза СССР. Письмо начиналось, он начало прочитал. Я пишу вам, как фронтовик фронтовику. Писателю до всего дело есть. А дальше вот. Я пришел за день до этого приема к Борису Михайловичу Неменскому, в союз художников, в секретариат. Он вначале открыл письмо, прочитал его внимательно, он внимательно читал. Письмо большое было. Ну, по-видимому, письмо было о том, почему ко мне так относятся плохо. Хаза Сам Александр Сергеевич сказал однажды, я удивляюсь, почему к тебе так отношение такое и у власти, и у художников. Если иметь в виду, что социализм – это жизнеутверждение, более жизнеутверждающих работ, чем твои, я не знаю. Вот Неменский там все прочитал внимательно, посмотрел документы, увидел рекомендации Игоряева, Алупатова, посмотрел работы, внимательно смотрел и сказал, чем я могу помочь вам, когда посмотрел работу. Я сказал, завтра прием в Союз будет. В Союзе РФСР. Он выбирает телефон, звонит туда и сказал, завтра будет прием в Союз, и там будет вот такой-то художник. Из такого-то города. Мы часто принимаем просто грамотных людей. А перед нами художник. Но работа его надо смотреть внимательно. А мне сказал после звонка, я завтра не смогу там быть, у меня дела. Но мои люди будут там, я их смогу предупредить. Но он сказал, хорошо, если бы там был Виталий Николаевич Горяев. Прием вас будет зависеть. Нет ваших работ. А то взаимоотношений тех, кто будет принимать с вашим Союзом. Так вот, когда я встретился с художниками, художники сказали, нас не интересуют отношения вашего Союза к вам. Вы художник. Вы приняты в Союз. Можете быть спокойны. Союз художников РСФСР. Да, РСФСР. И с тех пор вы в Союзе? Нет, сейчас. Я еще не все сказал. Когда все художники разошлись, подошла референт. Женщина была. Еще раньше, когда художники сказали, я вышел в коридор, она вышла вслед за мной, остановилась, как у меня и сказала, уезжайте вы в свою панзу. Тут были художники, московичи, фронтовики. Они посмотрели мою работу, они сразу сказали, тебя примут, даже если там есть твои враги. Ты художник, тебя нельзя отклонить. А когда увидели, как она огрызнулась на меня, они спросили, у тебя с ней был конфликт? Я сказал, я его впервые вижу. Они сказали, значит, она действует по чьей-то указке. И когда все художники разошлись, она подошла и сказала, вот, союз не принятый. А как это так может быть? Да. Уже же все решено. Да. Значит, остался тот, там надо же протокол подписать. Так. Протокол остался подписывать тот, кто согласился подписать отрицательный протокол насчет моего приема. Непонятно вам? Нет. Ну, а как финиш какой оказался в итоге-то? Вас же приняли? Да. Вот так, вот так происходило. То есть, если союз позвонил, чтобы меня не принимали, референт, как бы, взял на свой риск, но какой-то художник там от комиссии остался, который подписал отрицательно. Подписал о непринятии все это? Да, о непринятии. То есть, хотя он не имел права на это. Потому что... А потом были разбирательства каких? Вы же все-таки... Я позвонил Виталию Николаевичу Горяеву, он сказал, я этого дела так не оставлю, отнеси документы в Академию художеств. СССР. Это уже вообще уровень, да? Да. Там академики одни. И когда пришло время приема в Союз, через месяц по-видимому, я приехал, и когда были расставлены мои работы, там были только академики. Виталий Николаевич Горяев пришел. И художник Таир Салахов, ну, это очень интересный художник, он еще такой артистичный, высокий рост, красавец, с ложными руками на груди, посмотрел работу и сказал, он еще не член Союза. Странно. председатель был Пкачев. Пкачев спросил, возражений нет? Возражений нет. И когда все разошлись, смотри, Виталий Николаевич не выходит. А у него было давление 250, и он пошел. И когда он вышел, сказал, пойдем. Я подписал протокол. Все стало ясно. И когда приехал я сюда, так здесь, конечно, художники просто уже озверели. в Союз принят. Местные, да? Ну, да. Ну, они как? В Союз-то принят. Но отношения холодные, да? Нет. Когда человек принят в Союз, Союз обязан ему давать работу, договор заключать, чтобы обеспечивать материально. Они сказали, ну, ты никогда не получишь заказов. Вот поэтому мне и пришлось ходить по квартирам. То есть вы были в Союзе, но без работы. Без работы. То есть, да, без работы. Я был в Союзе, но работу мне не давали. Опять же, здесь уже, в принципе, можно тоже попробовать разбираться, пойти. Вы не стали этого делать, получается? Так власть была против меня. Больше того, когда в 77-м году меня была... Мне попросили... Вначале одна женщина была от Министерства культуры СССР, здесь была, и познакомилась с Александром Сергеевичем Васильевым, а у нее были мои работы, и она их увидела и сказала, познакомьте меня с этим художником. И она познакомилась, смотрела мои работы, и когда я приехал в Москву, она попросила, чтобы я работы показал в Министерстве культуры СССР. И когда я там показал работы, и вот дошел до работы в 72-й год из Сибири, там, туман, главный бухгалтер, она была в серьезном возрасте, у нее потекли слезы, она заплакала и говорит, в какую графу мы тебя можем вписать? Нет такой графы, чтобы мы тебя вписали. Поэтому мы не можем тебя закупить. И это же женщина с красивой фамилией Запасник. У нас было очень хорошее отношение с Ераклием, Ларса Аббищем Андронниковым, чтобы я ему работу показал. Ну, как не откажешь, тем более такой академик. Покровитель искусств. Он посмотрел работы и сразу же написал письмо Мясникову. А он с Мясниковым знаком был. Он тоже начало прочитал. О нем не говорят, потому что его не видят. Как только его увидят, о нем заговорят. чтобы это не прошло мимо, бац, я пишу вам. Я приехал из Москвы, захожу в Союз. Ухудожники перепуганно смотрят на меня и говорят, Мясников тебя ищет. Они его боялись все. Мясников тебя ищет. Ну, хорошо. Я пошел к Мясникову. Позвонил ему там в обкоме. И сказал, Георг Васильевич, вы искали меня? Он сказал, да. Приди, посмотри, покажу работу свою. И я сказал, в свое время я с вами встречался на собрании Союза художников. Когда я к вам подошел и сказал, мне мешают в приеме в Союз, вы спросили, кто. А я говорю, вот Бельдюсов, они стояли рядом, вот Ромашков, представитель Союза художников. Да? А как твоя фамилия? Я называл свою фамилию. Он говорит, это ты? Ты всего-навсего такой? Он поднял руки к Мерсу, говорит, а я думал, ты какой-нибудь такой. У тебя столько разговоров идет. А тут я говорю, вы же хотели ко мне прийти домой? Ну, посмотрели бы, как я живу. Я знаю, как ты живешь. Приходи сюда с работами. Я пришел. еще и не расколол работ. Он уперся на стол руками, пристал и угрожающе сказал, ты зачем к Андронникову ходил? Я говорю, я к нему не ходил. Меня просили показать ему работы. Я должен был отказать. А вы что, против от Андронникова письма получать? Я не против от Андронникова письма получать. Ладно, покажу работу. Хорошо. еще двое было там, помощники его. Я показал работу. Это был 77-й год. И когда просмотр закончился, он сказал, да, ты действительно талантлив. Ну, хватит тебе летать в небесах. Опускайся на землю. Работай на нас. А потом мы посмотрим, стоит ли тебе побогать. Меня удивили вот эти слова. как договор с дьяволом. Да, молодец. Ты делай, а еще потом посмотрим. Да. И я вспомнил Володю Кошелева, скульптора. Я однажды пришел к нему, и он делает какую-то очень красивую работу. Я говорю, Володя, это что? Китайский договор с Мясниковым. Я говорю, а что это такое китайский договор? договор без договора. А заказ был там насчет по этого блока. Здесь семей не было. Я вспомнил эти слова. А перед этим он сказал, Мясников сказал, у тебя в работах нет времени. Я говорю, Георг Васильевич, вы очень хороший зритель. В природе нет времени. Вы правильно поняли. ну как нет. Были скейпы, вспахали, стали пашни, поля. Были непроходимые леса, их сделали просики, теперь высоковольтные линии стоят. Я говорю, вы говорите о частностях. но в природе нет времени. Он сказал, ну ладно, хватит тебе летать в небесах, опускайся на землю, а потом мы посмотрим, стоит ли тебе помогать. После этих слов я вспомнил Володю Кошплеву взял работу и сказал подумай, Георг Васильевич, стоит ли мне опускаться на землю. Как раз у меня это был 1977 год. В 1978 году я половину лета работал, а в середине лета в июле уже с этими же ребятами, но у них уже были свои машины. И вот поехали на машинах, объездили Азию. И пришел 1979 год. оттуда в 1977 году мы приехали отдохнувшие. Я вставал в три утра. Перед рассветом, да? Да. Приводил себя в порядок, шел на природу, я жил на Свердловой улице. На какой? Свердловой, это недалеко отсюда. Это недалеко от завода там еще были деревянные дома везде, шел во двор, а там со двора открывался храм, теперь который на Чкаловой. Тогда он был разрушен, для меня он был живой, потому что молитва не пропадает, остается. И когда я смотрел на этот храм, наверху храма было движение воздуха, которое бывает, когда свечи горят. Вот такое же движение воздуха, вибрация воздуха. Я это видел, и я понимал. А там был монастырь до революции. Намолен храм, и молитва не пропадает, молитва остается. И вот я все лето с утра туда шел, три часа там находился с этой красотой. Шел домой, купал ягод, молока, сметаны. Да, я очень строгие режимы соблюдал, и питание, и жизнь. я много молился. И вот 79-й год прошел, когда он весь прошел, я посмотрел на работу на своей и сказал, это был год откровения. в Киргизии за месяц мы сделали по 100 работ, но из 100 работ лучших было только 10. а в 79-м году, когда я просмотрел работы, там больше 100 работ было, там только на серой бумаге было 100 работ, из всех работ их было больше 100, только 10 мало интересных, как бы мало удавшихся. почему вы называете годом откровения, а не например годом вдохновения? потому что все шло через молитву, настолько через молитву, что по-другому не могу у Бога бывает такое откровение а не вдохновение. а молитва и по книгам и своя от себя, да? то есть и так и так или метода? но когда мне было 7 лет, дорогой мне человек, тетя, да? да, родная сестра матери, она была старшая, она была молитвенница, я приходил из детского дома на выходные дни к ней, и однажды я еще лежал на печке, смотрел, она утром подолгу молилась, она всегда молилась на коленях, колено преклоняем, и когда она молилась, от нее что-то поднималось очень красивое, поднималось, а потом заполнял верх комнаты, то есть вы это даже визуально видели? да, это было похоже на то, что над храмом да, 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 это было хорошо, что это напомнили, и я смотрел и думал, что же это такое красивое, тогда еще я не понимал, что это такое, что же это такое красивое, она помолилась, встала, я посмотрел на нее, посмотрел на икону, перед которой она молилась в спас нерукотворное, смотрел на нее и на икону и думал, как она похожа на боженьку, она попросила меня полет и к ней она посадила меня на колени и сказала, тебе в жизни будет очень тяжело, тебя пинать все будут, и когда тебе будет очень тяжело, прочитай эту молитву и она сказала, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божьем, помилуй на грешного и тебе будет легко. Это Иисусова молитва. Это Иисусова молитва. Вы ее тогда, как ребенок, сразу приняли, да? Сразу, да. Не только сразу с этого дня я ее уже читал каждый день. И она помогала. Да, конечно. молитвенники это знают. Я-то теперь только создаю, что ребенок перед Богом чист. А когда чистая молитва, то, что называется, у молитвенников вражина злобствует. Вражина покоя не дает эта молитва. Вражине покоя не дает. Поэтому... Получается, раз вы взяли себе молитву в жизнь и вот вражина проявился этим, да? Да. Не взяли бы и не было бы никакого вражина. Может, нет, ну, может, нет, я так, сейчас я по-другому смотрю. Я просматриваю жизнь великих людей, Пушкина. Это великих, имею в виду, гениальных. То есть, гений принадлежит Богу, талант принадлежит себе. Таких, как Веласкес, таких, как Мария Каус, певица. И, оказывается, у этих людей, если просмотреть жизнь, враг неотступно следовал по ихим стопам с самого детства. То есть, он им покоя не давал, он им мешал. молитвы. как бы, теперь я уже это осознаю, что такое молитва. Теперь я, ну, я скажу, что после, да, что это Иисусова молитва я узнал только в 72-м году, когда пришел второй, то я Сергей в Лавру. А, до этого я не знал, что Иисусова молитва. Она мне сказала, молись этой молитвой. А в 72-м? Я пришел, приехал в Троицу Сергею Лавру с ребятами, с верующими. Захожу, они сказали, ну, то есть, надо было исповедаться и причаститься. Был старец исповедовал, и когда я заходил, над дверьми было написано «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно». Смотрю, написано «Иисусова молитва». Значит, я Иисусовой молитвой всю жизнь молюсь. А потом уже я узнал, что это основная молитва для молитвенников. Это удивительная молитва. Вы где-то на просмотрах рассказывали людям даже о том, что было явление Христа. Это не в том же 79-м году было? В 70-м в Киргизии на озере 40 человек. Я был удивительным явлением, сейчас не буду о нем рассказывать. Вы спросили, там в той передаче в горах заповедное озеро. Когда мы туда приехали, директор заповедного, русский был директор, все-таки в Киргизии, но директор был русский, молодой человек. У нас среди нас один охотник и рыбак, и они сразу нашли общий язык легко. И он сказал, что вот мы приехали, художники, сказали ему документы из Союза художников. Он сказал, пожалуйста, ребята, у нас там около озера домик есть, это 15 километров от общего поселка. Мы ехали все время в гору, мы сказали на 9 недель. Он сказал, что в 9 недель оттуда можете не вернуться, смогут дожди начаться, и вы там застретите. И когда мы ехали, Володя был бинокль, он основил мотоцикл, посмотрел в бинокль, дал мне посмотреть, я думал, бык стоит. Это оказался кабан. Там такие здоровые кабаны с гривами. бинокль, и Володя нашел легко общий язык с этим директором, и директор попросил его, что Володя, ты там негде было купить, пришли охотничьи лыжи, то есть широкие лыжи. Володя действительно приехал по-славному. нет, дождей не было, с чего у нас прошло две недели очень хорошо. И вот насчет явления, мы с Володей подошли к берегу, к озеру, и я понял, что должно сейчас происходить. как это вы поняли? По ощущению, да, по ощущению. Как вот перед дождем, наверное, может быть. Да, что-то должно происходить, но мне мешает Володе. И действительно Володя в скорости ушел. Сам. Да. Там очень быстро темнеет, так мы пришли туда наверное полдесятого, уже быстро темнело, и когда началось явлений, я не буду о нем пока говорить, это явление продолжалось часа-полтора, это я понял, когда пришел домой, в домик, я посмотрел, часы было, пол девянатадцатого, и когда это явление закончилось, я повернулся, чтобы идти, окол меня гуляет, пасет стадо кабанов. И там много маленьких поросят, и в это время они злые, с поросятами. Как у медведя, да? Да, как у медведя, да. Я думаю, что делать? Кабаны вот с такими клыками, кабаники с поросятами, я думаю, им надо идти, а полностью все было перегорожено им. Ну, я как-то их попросил, чтобы они мне дали пройти. Правда, они расступились, и я прошел. Утром я написал работу, условно, можно сказать, работу условно, с тем, это невозможно изобразить, но я так подумал, когда достигну определенного совершенства в творчестве, по-видимому, я вернусь к этой теме. А в дальнейшем в путешествии мы проехали на Иссыкуль, от Иссыкуля поехали в Жетоогус, горы, там нам сказали, очень красивые горы, и там родоновые источники, там курорт родоновые. И там ручей, вон, что-либо может быть нашу комнату, метров семь, десять. Ребята пока разбирали палатки, пока готовились, я ушел в гору один. Володя сказал, Вадим, он опытный, путешественник, возьми с собой запасные носки, потому что я хотел подняться на снежную вершину, ты придешь туда, будешь мокрый. и действительно оставалось подняться метров четыреста, и как раз снег. Вот я просто по снегу и шел руками и ногами. И поднялся и посмотрел вокруг. Была красота. я видел уже поздно, вечер быстро опускается, я стал быстро опускаться, стал смотреть, как сверху видно, как мне сократить путь. когда снизу идешь, это не видно. И я увидел, что камень, ну, большой камень, ну, камень, ровная плоскость у него, ну, скажем, 3-3 метра и гладко. Но мне нужно было перепрыгнуть сантиметров 70. Я перепрыгнул, от него мне легко было потом идти в удобное место, чтобы сократить путь. И когда я перепрыгнул, он был наклонен, и я поехал. а там за ним была пропасть. И я остановился на самом краю. И я посмотрел и увидел, что этот камень покрыт льдом. Я не видел, что он покрыт льдом, я бы не стал. И когда я остановился, я понял. Я вспомнил было запускали великого ученого. У него что-то подобное в жизни было? великий ученый. Когда он возвращался вечером домой, возвращался в карете, четверка коней, он был небедный, и на мосту, в середине моста коней вдруг резко повернули с моста, полетели вниз, то есть ремни оборвались, а карета осталась на самом краю. вышел из кареты, посмотрел, и как ученый он понимал, ракета должна была, то есть карета должна лететь была вместе с конями, она никак не могла остановиться. и в вашем случае это ярослёт, значит, не об чего тормозить, да? Да, то, что я остановился, и он понял, что это не реальность. Это было как начало откровения, откровения у него продолжились, он всю ночь было откровение, вот то, что у меня было, но здесь тоже... Извините, извините, я уточню, это вы, наверное, про мемориал его. Воза Паскале? Да, когда он уже умер, у него поможник, он нашёл в Суртуке пергамент. Да. Знаете эту историю? Да, он... Где как раз быстрым почерком он... Да, вот когда он приехал домой, у него началось откровение, он быстрым почерком написал, что с ним происходит. И вшил конзол. он на следующий день ухал в монастырь, он понял, что жизнь его больше ему не принадлежит. и параллель можно провести он и ваш Христос. Но у него сложнее, по-видимому, было, чем у меня. У него более ярко у него было вот это, карета остановилась. вот, еще у меня дальше как-то можно найти, может быть, опроводание. Ну, вроде спортивные ботинки и... вот. Ну, я-то понял. Вот вы спаслись, на льду не упали, не упали, а... На краю... после этого было? Или до? Что? То, что вот вы рассказывали на берегу, когда Володя ушел, вы одни остались, потом кабанов увидели. А, нет, это было раньше. Раньше? Это было раньше. А что-то упали на льду потом, после? Да, это после было, да. Это уже второе сейчас откровение, я скажу, будет. И я быстро увидел, как сократить путь, и я быстро пошел. и там надо было спрыгнуть. Ну, там невысоко было. Я спрыгнул, чтобы опять сократить путь. А там есть птицы, я не помню, как они называются, это дикие индейки. Охотники их не могут убить. Они настолько чуткие, что они охотников не подпускают. А когда я спрыгнул, уже вечер, они там собрались в ночевку. Они, правда, заколкотали, но не испугались. Я так порадовал, что они не испугались, а я побежал дальше. Это человек, и животный, мир, отношения как должны быть. Да, ну, да. Вот, и недалеко от них, где вот эти птицы живут, я не помню, этих зверушек, хомяки, или, по-видимому, хомяки, они всегда живут недалеко от этих птиц. Потому что эти птицы никогда не подпустят человека, и хомяки знают, они всегда дадут сигнал, если человек появится. Я просто скажу, сейчас было новое откровение, продолжение Тос Христом было, и появилась Троица, и когда я увидел, я замер. Там, значит, лес, это лес, а здесь долина, альпийские луга, и я как взглянул на всю эту красоту, 60 километров до Иссыкуля, длина Иссыкуля 60 километров, длина, что-то там два раза, наверное, длиннее, за Иссыкулем еще 60 километров, там горы и гряда за городой, гряда за городой. И я смотрел на эту красоту, которую невозможно передать. И я помню, это было явление Христа, это явление Троица. Почему именно Троица? Оно было Троица. Была Троица. Это был 70-й год. Меня вернул в чем-то, мы же спросили про откровение. Вот так я прям не вернулся. Но вот про 89-й год я сказал вам. 79-й 79-й год. 80-й год я болел. Я думал, я уже жизнь моя заканчивалась. Я был спокойен. Ну, уже остался. А в те советские времена литургию была уже в вашей жизни? Да, конечно. Сейчас же на каждом углу есть. Ну да, нет. Я ходил особенно после встречи с Мясниковым. он закончил свой разговор. Ты баптист? Я сказал, нет, Георг Васильевич, я православный из семьи молитвенников. Но после встречи с ним и после этого разговора я уже никогда в храм не пропускал. Ни одно воскресенье, ни один праздник. Ну, как вот верующий человек должен это делать? Так я и... Это тогда какой рай? Успенский, наверное, ходили? Я ходил в Митрофанию. Он не закрывался? Ну, там доска, он не закрывался, да. Здесь просто ближе мне было. Ну, когда Владыка служил в Успенском, я ходил в Успенске, потому что Владыка Серафим это такие службы его удивительные. Какие долгие, основательные? Ну, там это невозможные словами объяснить, это находишься с Богом. Это он строгий был, но когда он входил в храм, этого большого, я только что увидел я таковым Пимена, патриарха Пимена в Москве. Вот у того еще значимее было. Когда заходил Владыка в храм и начинал молиться, я сглаз с него не сводил, зашла в храм молитва, а не человек. И когда он осенял себя крестным знамением, он превращался в молитву. И вот так он вел каждую службу. я любил Владыку. Вот редкие были молитвы. Эти службы были. Да, когда Владыка служил, я никогда не пропускал этих служб. И когда я выходил на улицу, на природу, если небо было высоко, мне было показано Владыка в пензе. Если небо было низко, Владыка был боти есть. Это был лебеносмак. Ну, наверное, хватит, я уже немножко устал, мы уже долго. лебеносмак.